Не знаете как приукрасить ваш смартфон, мышку или системный блок? Не беда! Заходите на skinburg.store и покупайте крутые наклейки из популярных онлайн игр. Большой выбор принтов, гарантии и доставка по всему миру. skinburg.store. Ссылка в описании. Приветствую, друзья. В видео под названием «Мой первый эйс на 5-й винт» я затронул тему плохой обработки стрельбы на официальных серверах от VALT. Я немного слукавил, потому что проблемы с обработкой стрельбы у меня были до этого. Когда у меня был провайдер МТС, я играл в РАВДАН в таких лигах, как ИСИА и ФЕЙСИД. Но там объяснять, точнее затрагивать плохую стрельбу было проблематично в том, что пинг у меня зашкаливал примерно в 150, а на ФЕЙСИД вообще по 170 миллисекунд. Но могу вам сказать одно, что играя даже с большими пингами, пингами 110-120, 140 миллисекунд, я замечал на ИСИА, особенно в первое время, что все четко. Ты четко обрабатываешься, стреляешь соперника столько-столько надо, и он умирает. То есть, все, ну, играть можно. Играть можно благодаря тем технологиям, которые есть в игре, такому понятию, как интерполяция. То есть, если у вас большой пинг, все может быть нормально в том случае, если вы играете на хорошем серваке с хорошим интернет-соединением. Но со временем, перейдя на другого провайдера под названием Ростелеком, я стал замечать, что на японском сервере, я живу на Дальнем Востоке, в городе Комсомольской Намури, где пинг у меня 50 миллисекунд, в игре у меня серьезные проблемы. То есть, я зажимаю в типов, выстреливаю бывает пол-треть обоймы, 10 патронов примерно, у меня засчитывает 3-4 попадания, то есть, я снимаю примерно около 80 HP, и соперник остается жив, у меня перестреливает. То есть, играть как бы было проблематично. То есть, можно, но как бы, точнее, не то, что можно, в игре, играть можно, но как бы в такой игре нет никакого смысла. Причем, в некоторые моменты, когда возле тебя рядом взрывается граната, звук взрыва не слышен. Либо соперник на длине стреляет в вас с АВП, я звука выстрела не слышу, точнее, я слышу его отзыв где-то там, через какое-то время. Такое ощущение, что я играю либо с огромным-огромным пингом, либо с большой потерей пакетов. Хотя в нет графе, который показывает в игре, все четко. 0 лоссов, 0 чоков и пинг 50 миллисекунд. В итоге, я решил разобраться в этой проблеме, понять, почему происходят такие явления в игре, почему такая плохая обработка. Я надеюсь, что это видео кому-то поможет. Я разбирался не сам, а благодаря вам, вашим советам, которые вы оставляли под моим видео, под другими видео на ютубе. Итак, поехали. Райпер 51 пишет, что у него точно такая же проблема, и что он на форуме Navi списался с англоязычным игроком, который объяснил ему, что в процессорах Intel Core i3 и i5 есть какой-то баг, и эту проблему не решить. То есть нужно переходить на процессоры фирмы AMD или на i7, тогда все идеально залетает. Даже не знаю, что сказать в этом случае, ведь проверить такое утверждение достаточно сложно. Вам нужно взять точно такую же конфигурацию, как у вас, где у вас стоит ваш i5 или i3 процессор, с той же прошивкой, с такими же драйверами, с материнкой, и поставить, например, туда в процессор фирмы AMD. Но вся проблема в том, что слоты разные. Это во-первых. Во-вторых, я наблюдаю на твиче, многих ребят, у которых i5 процессор, и с обработкой стрельбы нет никаких проблем. К тому же, у меня процессор i7, хотя и старенький трехгодичной давности, модели 4770. Но я не спорю, что такой момент имеет право на жизнь. Потому что не забывайте, что весь трафик, который идет через вашу сетевую карту, обрабатывается именно центральным процессором. И здесь действительно могут быть проблемы. Venom Play рекомендует поработать с командами в параметрах запуска, такими как Cell Interpret, Cell Interpretation и Raid. И далее он приводит пример, при каком варианте у него залетает. Могу сказать одно, что работа с этими параметрами в моем случае никак не помогла. К тому же, не забывайте, что команда Raid теперь меняется в настройках игры, там где написано «Максимальная приемлемая пропускная способность». Можете проверить. Например, при 1,5 Мбитах в секунду ваши рейты около 200 тысяч. А если поставите 2 раза больше, 3 Мбита, ваши рейты станут примерно 400 тысяч. Дано рекомендует приобрести выделенный IP-адрес. Аргументирую это тем, что я могу сидеть на сером IP-шнике, на котором может сидеть целая куча народа. Запомните такой вариант решения проблемы. Мои знакомые мне не раз его предлагали. Но опять возникает вопрос. Почему у других ребят в других районах моего города с обработкой стрельбы все нормально, хотя у них нет выделенных IP-адресов, и они тоже сидят на Ростелекоме. Но самую интересную информацию о сетевых проблемах в игре я нашел не на своем канале, а на канале под названием Easy for Us. Я всем советую этот канал, я сам на него подписан, парень снимает интересные видео о КСГО и о самой конторе Valve. Комментарий находится под видео, почему пули пролетают насквозь. Маэстро Хантер пишет. Игра работает по UDP протоколу, а пинг показывает задержку по ICMP, поэтому всей правды мы не видим. Толку от пинга вообще нет, будь он 200 или 5 мс, пофиг. Если есть задержка по UDP, то все, читай каюк. Есть знакомые, с Дальнего Востока пинг которых 200, урон проходит идеально. У меня пинг 5 мс в ММ. Урон не идет, против АВП вообще лучше не стреляться, меня видят раньше, чем я их. Так что кривые хитбоксы, тикрейты и сетевой код, это конечно можно улучшать все, но говно интернет улучшить нельзя никак. Тут далее разгорается спор с автором канала. Задержка по UDP у многих из-за перегрузки магистрали. У нас игра по UDP протоколу пакеты с инфой пересылает, а задержки эти ты не можешь отследить. Точнее можешь, например по IPRF, но все это не так просто. Спасибо Маэстро Хантеру за эту технически интересную инфу, я смог ее найти только здесь, поэтому у кого плохо обрабатывается игра, знайте, что это может также происходить еще из-за перегрузки магистрали. То есть всю эту ситуацию можно сравнить с автомобильной пробкой. Вроде автомобили со временем все проезжают, но происходит это очень долго. Также и у вас пинг может быть 20 миллисекунд и нет потери пакетов, но доходят они с большой задержкой. Такая проблема решается только одним способом, это сменой провайдера. Причем не на дочернего, а на провайдера, у которого абсолютно другие магистрали. Ну и под конец видео я расскажу, что лично помогло мне, а мне помог переход вот на такую USB-шную сетевую карту от фирмы D-Link под названием DAP100. То есть как это ни странно, моя проблема заключалась во встроенной сетевой карте от фирмы Realtic. Может быть не именно в ней, может быть в драйверах, или на уровне сетевая карта-материнка, прошивки, я не знаю. Но с переходом на новую сетевуху от фирмы D-Link, моя стрельба стала лучше засчитываться в игре. Единственное за что я переживаю, это за то, что эта сетевуха USB-шная, и как в дальнейшем отразится такое соединение на задержке, я пока еще не знаю. К сожалению, в мой системник под названием Alienware X51 поколение R2 другую сетевуху не засунуть, потому что в нем просто нет места. Этот системник примерно с размером с приставку Sony PS4, но имеет неплохую начинку. Как я уже говорил, i7 процессор 4770, 8 гигабайт оперативки, 8 USB слотов, причем из них 6 версий 3.0, встроенный Wi-Fi, и за 3 года пользования я в нем всего лишь проапгрейдил видеокарту. Теперь стоит 1060, а до этого была R9 270. Хотя зачем я ее менял, я так и не понял. Фпсов в Counter-Strike это особо не добавило, может быть кадров 20-30. Самое интересное, что с новой сетевухой в китайской лиге 5 и вин у меня стало реже происходить потеря пакетов, а если и происходит, то не в таких больших размерах. Вот перед вами один из тестов на встроенной сетевухе от фирмы Realtek, с пингом примерно 125 миллисекунд. Как видите, боты в игре двигаются с лагами и фризами, а потеря пакетов иногда достигает 15%. Играть с такой обработкой практически нереально. А теперь тест на USB-шной сетевухе от фирмы D-Link. Как видите, потери пакетов почти что нету, а боты двигаются намного плавнее. В настройках этой сетевухи я на всякий пожарный поставил 100 мегабит полный дуплекс. Я надеюсь, что это видео многим поможет понять, почему имея нормальный пин, вы плохо обрабатываетесь в игре. Как видите, проблема может быть в банальных настройках рейта до перегрузки магистрали. А на этом я с вами прощаюсь, всем удачи, пока.